Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман, Говорит и показывает Атаман. Новости. В Афипском Доме культуры прошел зональный этап 4-го краевого фестиваля конкурса народного художественного творчества во славу Кубани на благо России. Задача фестиваля – реализация творческого потенциала взрослого населения Кубани, сохранение и развитие народного творчества и поддержка традиционных национальных культур народов, пропаганда героического прошлого России и Кубани. На площади перед Домом культуры всех желающих прокатиться с ветерком ждала незабываемая прогулка на карете мастера декоративно-прикладного искусства Уварова. На площади широко распахнули двери гостеприимные подворья многонациональных диаспор и общин Северского района. В казачьем куренье гости могли поучаствовать в мастер-классе по изготовлению оберега и посмотреть на фехтование шашкой. В адыгейском подворье показали предметы быта, а гости мероприятия отведали адыгейский сыр. В экспозиции Северной Сити были представлены национальные предметы одежды и музыкальные инструменты. По традиции почетных гостей встречали осетинскими пирогами. Армянская диаспора продемонстрировала широкое разнообразие национальных блюд. Шашлык, пахлава, ароматная выпечка и гранатовое вино – малая часть того, что могли отведать все желающие. На подворьях разных национальностей гостей порадовали своими выступлениями лучшие творческие коллективы Северского района. В экспозиции Молдавии гости фестиваля смогли продегустировать национальные блюда и традиционные напитки. В русском подворье встречали веселыми песнями под балалайку. Балалайка, заиграйка, у нас в России ты хозяйка. Балалайка, заиграйка, у нас в России ты хозяйка. Комиссию почетных гостей праздника волонтеры приветствовали флешмобом с флагами поселений. На крыльце перед Домом культуры своим творчеством радовали гостей вокально-инструментальная группа «Тень ветра» и подростково-молодежный клуб «Атмосфера». В фойе Дома культуры гостей приятно удивили фотозоны – «Кубань театральная», «Комедия дель арты», «Классика жанра», «Кубань казачий край», «Фотоателье Попова» и «Литературная гостиная». В Малом зале Дома культуры раскинулись выставки декоративно-прикладного искусства, выполненные в различных техниках – живопись, графика, вышивка, батик, резьба, керамика, лепка, бисероплетение, вязание и лоскутное шитье. Для гостей фестиваля проводились мастер-классы лучшими мастерами района. Свои творческие номера до начала концертной программы продемонстрировали преподаватели школ искусств и работники Домов культуры. Настоящий салют ярких талантов муниципалитета поразил гостей фестиваля. Осенью во всех поселениях района прошли отборочные поселенческие этапы, из которых отобрали лучших из лучших – талантливое взрослое население Северского района. «Из-под небес птичьи окликают, всех нас, кого оставят на земле». Талантливый автор и композитор Анна Бурьян для этого фестиваля конкурса написала песню «Во славу Кубани на благо России», которая сразу нашла отклик в сердцах зрителей. «Если мы вместе, мы – великая сила, во славу Кубани, на благо России!» Выступление артистов оценивала экспертная комиссия, в составе которой заслуженные работники культуры Кубани и России, заслуженные артисты России. От имени министра культуры Краснодарского края руководитель Краевого учебно-методического центра Жанна Романовская обратилась к участникам и гостям мероприятия и вручила главе Северского района диплом за участие в зональном этапе Краевого фестиваля конкурса «Во славу Кубани на благо России». Дорогие друзья, уверены, что все богатство народной культуры, ваш талант, мастерство, любовь и преданность найдут самый горячий отлик в сердцах зрителей и жюри. Пусть сегодняшняя встреча останется надолго в вашей памяти. Желаю всем здоровья, незабываемых впечатлений и творческих успехов. Слава Кубани! По итогам муниципального тура были отмечены и награждены лучшие творческие коллективы – Азовской, Ильской, Черноморской централизованной клубной системы. Их наградили дипломами и сертификатами на получение акустической системы. Теперь они представят район в заключительном этапе фестиваля конкурса, который состоится весной 2019 года. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, ТРК «Атаман». Новогоднее настроение уже в каждом доме. Во многих семьях вовсю готовится к любимому семейному празднику, покупает подарки, все необходимое к праздничному столу и, конечно же, наряжает главный символ Нового года. Но помимо семейного ритуала существует и другой, объединяющий всех в общем празднике – открытие главной елки. В поселке Афибском предновогоднее мероприятие объединило всех от мала до велика. На площади Дома культуры собрались дети и их родители, чтобы прикоснуться к новогоднему чуду. Дорогие ребята, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, с Рождеством Крестовым, пожелать вам счастья, благополучия. Хотелось бы, чтобы все ваши пожелания в новогоднюю ночь сбылись. Гостей праздника ожидало красочное новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Завершился праздник веселым и дружным хороводом вокруг хвойной красавицы. В Северском районе состоялось традиционное первенство по спортивной борьбе, посвященное Новому году. 22 по 23 декабря в детской юношеской спортивной школе «Станица Северская» встретились спортсмены от 8 до 16 лет, чтобы побороться за звание сильнейших. Открыл соревнования и поздравил участников с наступающими праздниками глава района. Он пожелал всем присутствующим удачи и честной борьбы. Открыли первенство самые юные спортсмены. Всего в соревнованиях приняли участие 150 борцов из Северского, Азовского, Афивского, Михайловского и Смоленского поселений. Отдел МВД России по Северскому району сообщает. 8 декабря 2018 года в лесном массиве, расположенном между станицей Северской и станицей Азовской, был обнаружен труп неустановленного мужчины возрастом 25-30 лет. С колотыми резанными ранами груди и повреждением головы, туловища и конечностей от воздействия высоких температур. Приметы. Рост 170-175 см. Худощавого телосложения. Черный волос головы. Размер ноги 41-42. Был одет в кроссовки марки Рибок темно-синего цвета. Джинсы темно-синего цвета, пояс черного цвета. Черная футболка, черная куртка. Свитер темно-синий, вязанный. Особая примета. Имеется татуировка на левой грудной полости в виде скорпиона. Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить в отдел МВД России по Северскому району. Станица Северская, улица Комарова, 2. Или по телефону 8 928 416 82 29. Одежду долой и берлинские тюлени в красных шапочках дружно устремляются в воду. Это купание в озере Арамке они ежегодно посвящают Рождеству. На улице чуть больше нуля, но моржи чувствуют себя прекрасно. Вода замечательная, 4,5 градуса. А, нет, извините, почти 5. Это приемлемо. Иногда она бывала всего 2 градуса. В клубе берлинских тюленей 70 пловцов. К рождественскому купанию готовится с середины сентября. Плавают в озере каждое воскресенье. «Я занимаюсь этим уже 32 года. Если бы я в какое-то воскресенье не приехала к озеру Арамке, то мне казалось бы, что я что-то пропустила». «Не скажу, что с нетерпением этого жду, но это неотъемлемая часть моей жизни. Другие люди ходят по воскресеньям в церковь, а мы купаемся в ледяной воде, по крайней мере, зимой». Традиция рождественского купания в Арамке зародилась почти 40 лет назад. Берлинские моржи говорят, что уже не представляют жизни без студеной воды и мечтают поплавать в замерзшем озере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова